Кхм-кхм, угу, щас. У него имеется еще пара работ, которые также имеют некий астросоциальный или скрытый посыл. Сегодня я объясню, почему Рома является одним из лучших рэперов России, и докажу это на примере нескольких его работ. И да, сразу признаюсь, что вдохновился я этой идеей после просмотра ролика от канала «В тренде» про Макса Коржа. А перед началом видео я, как всегда, прошу отблагодарить мое видео лайком, если оно вам понравится. Поставил? А теперь мы начинаем. Вы на канале Think About It, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Если хочешь, можешь заработать и ты, ну а если не хочешь, дело твое. Начать можно всего лишь со 100 рублей, если интересно, ссылка в описании. Итак, перед разбором его клипов я хочу познакомить с ним моих зрителей. Быть может, многие просто не знали о нем. Родился Роман Воронин в городе Гуково, Ростовской области, в 1987 году. В общем, послушал он Оникса и всерьез увлекся рыбчиной. Сейчас я покажу вам один из первых треков Ромы. Одинокая луна, небо в звезды, в душе еще горит огонь, но уже поздно. Огромные мечты, разбиты на мелкий оскол, и все так быстро прошло. Я даже толком не разобрался, в чем дело. Затем через пару лет он вместе с его другом Шамой создает группу Suicide. В 2006 году выходит их первый альбом «Брутальная тематика». Уже там Дига запоминается своим брутальным и жестким стилем. Каждый трек отдает очень мрачной атмосферой. После этого он уходит в армию, а после записывает пластинку «Периметр». Но широкую славу он получает не благодаря ей, а альбому «Глубина». На фитах мы можем увидеть много известных имен. От «Чемодана» и «Негатива» до «Смоки» и того же Шамы. Позже роман стабильно радует всех то лирикой, то старым добрым андеграундом. И сейчас рэпер имеет довольно внушительную фан-базу и респекты от множества рэперов. А теперь давайте все-таки перейдем к разбору его клипов и начнем мы, пожалуй, с трека «На юг». И если в следующих работах я хочу удивить вас различными отсылками и тайным смыслом, то здесь все будет намного проще и доступнее. Рэмдиго очень часто выражал свое отношение по поводу войны на востоке Украины и даже приезжал туда с концертами. Разумеется, не обошлось и без треков, посвященных этой горе войне. Первым я хочу обсудить клип «На юг». Если внимательно слушать текст песни, то сначала кажется, что исполнитель просто рассказывает, как молодые ребята уходят воевать на Донбасс, чтобы встать на защиту своей родины. Это можно понять как по многим фразам, так и по видеоряду. Настроение и атмосфера сразу нагоняют страх, показывая весь ужас той бойни. К середине клипа начинает преобладать агрессивный настрой, в духе «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Он как бы показывает, что если кто-то попытается посягнуть на покой его дома, то будет расплачиваться за это. Однако к концу песни резко наступает покой и тишина. Рома читает про свою родину и любовь к ней, и тут все сразу становится ясно. В конце мы можем видеть изображение ветеранов Великой Отечественной, и смысл песни становится чуть шире, чем был изначально. Рома проводит аналогию теперешних боевых действий на Украине с другими воинами России и объясняет то, что надо всегда быть наготове и помнить о прошлом. Чтобы поля не горели, а дома было тихо, нужно в любой момент быть готовым чем-то жертвовать, даже своей жизнью. Очень достойная работа. Казалось бы, довольно избитая тема, о которой пели буквально все, но как искренне и нестандартно это подано. Мораль, как всегда, проста. Помни, что тебе в любой момент надо будет встать за свой дом, не будь равнодушным и будь готов жертвовать. Бесконечный респект Диги за неравнодушие к этим событиям. Хотите что-нибудь посложнее? Давайте! Следующей работой будет клип на трек «Тюльпан», и уж очень много хочется сказать об этой работе. Изначально, когда только вышел альбом, все подумали, что трек просто описывает чувства и переживания главного героя к расставанию с девушкой. И казалось бы, все очевидно, обычная сопливая песня о любви, но если бы не клип. Когда видео появилось на канале, автор получил свой адрес несколько негативных отзывов о том, что видеоряд совсем не соответствует содержанию песни, но это далеко не так. Подробный разбор клипа вы можете найти на канале «Сыр Бор», ссылку на который я оставлю в описании. Парень очень толково разобрал все отсылки в клипе, я же поясню намного проще. В конце клипа мы можем видеть 4 плаката о различных социальных трагедиях современного общества. Первый сюжет отсылает нас к американской мечте, обществу употребления, так сказать. То есть идеалом жизни становятся материальные блага и достаток, когда соблюдена вся внешняя атрибутика успеха человека. Но тут же показана женщина, которая выглядит не особо счастливой. Это дает нам первый намек на то, что в людях отсутствует искренность и любовь, которая по сути должна быть на первом плане. Следом рэпер показывает нам проблему наркотиков, которую озаглавливает плакат «Буду погибать молодым». Люди как бы ищут повод уйти от реальности, и здесь очень много тонких метафор. Они достают книги с полок, чтобы, так сказать, почитать что-то. А в закладках, внимание, в закладках содержатся таблетки. Уход от реальности становится настолько глубоким, что они не замечают друг друга в упор. Затем нас отправляют в кинотеатр, где люди с попкорном и колой залипают в экран. На экране мы видим различные кадры боевых действий. Люди, на удивление, очень равнодушны, воспринимают показанное исключительно как инструмент развлечения. Именно об этом говорит рэпер. Неважно, насколько трагичным будет событие. В большинстве случаев человек будет следить за этим только ради жажды хлеба и зрелищ. Ну и последней проблемой общества стало игнорирование грядущих последствий от всех вышеперечисленных проблем. Трагедия первовремя чумы как бы показывает нам, что люди часто стараются забыть о проблемах, вплоть до их губительных последствий. Вся метафоричность тут показана в девушке, на которую люди обращают внимание только после того, как она фотографирует их со вспышкой. Фух, ладно, если хотите услышать полный разбор, опять же переходите по ссылке. Я лишь попытался кратко описать вам суть. А перед продолжением ролика я хочу порекомендовать вам моего дизайнера Дому Райдера, который как раз таки запилил нам превью для этого видео. Ссылка в описании. И вот недавно вышла его последняя работа «Почему дрожит Осина». И здесь не обошлось без скрытой морали, которую очень глубоко спрятал автор. Двенемезедевсы паршивенькой души, ветра нету вроде, а Осина все дрожит. Теперь из 70-х годов мы отправляемся в библейские мотивы, о чем можно догадаться почти сразу. Во-первых, давайте я расскажу первоначальный смысл трека. Тут все понятно еще с первых строк. Рэм Дига рассказывает, что в самую трудную минуту ты понимаешь, кто действительно является твоим другом, и приходит осознание обмана со стороны близких и даже самого себя. Когда вороны стаи светок взмыли в небо, когда братский затвор сзади лязгнул раз, когда остался без всего башмаков и хлеба, тогда я сам себе снял ее повязку с глаз. Весь трек направлен на неких предателей, которые были ему как родные братья. Действие происходит в полях его родных краев. Та самая церковь называется Сурб Карапет и давно уже заброшена, но числится в памятниках архитектуры. В клипе за ним постоянно ходят люди в масках, один из них в белой. Дига продолжает читать о некоем предательстве, в то время как человек в белой маске становится все ближе и ближе. Ты все сам знаешь, тебя назвать могу ли друг? Я шел впереди всех вас, когда сзади толкнули вдруг. Какой же ты силой! Нетрудно догадаться, что именно он является предателем. В конце клипа выясняется, что Рэм Дига и оказывается тем самым предателем. А предатель он потому, что сам выбрал тот круг людей, в котором находился. Он сам себя предал, находясь в обществе этих людей. И тут же можно найти кучу отсылок к Христу и Новому Завету. Во-первых, действие происходит в церкви, что уже намекает на религиозную тематику. Следом 13 человек в масках сразу ассоциируются с 13 апостолами Христа. Позже их изображают на Тайном Вечере. В Исповедальне мы уже понимаем, что Рома исповедуется сам себе. А монеты и местонахождение человека в белой маске, то есть Диги, отсылает нас к образу Иуды, то есть предателя. Мораль также довольно проста. Выбирай правильных людей, чтобы потом не корить себя и их за предательство и ненадежность. Прежде всего, каждый человек сам виноват, что положился не на тех людей, на которых следовало бы. Очень глубокая и достойная работа. Честно говоря, я обожаю такие клипы, где суть песни часто расшифровывается только вместе с клипом. А на этом, наверное, пора закончить ролик. Пишите в комментариях, чьи работы еще стоит рассмотреть под таким углом, да и вообще, на кого можно сделать обзор. Напоминаю о том, чтобы вы поставили лайк под видео и ебанули в колокольчик, наконец-то. А теперь я с вами прощаюсь, вы были на канале СНКБАУТ, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok